Привет, привет, всем привет. Полчаса будем на моем аккаунте, а потом перейдем на твой, правильно? Ну, может быть, да. Посмотрим, как у нас пойдет. Не будем планировать, да? Рада тебя видеть в таком формате вебинара. Давно не видела тебя. Да, давно не видела. После круиза мы еще не виделись. Я в платье, которое ты мне шила на мой день рождения. Оно мне очень нравится. Да. Это платье ты мне шила сама на мой день рождения, поэтому я такая вот такая. Я даже забыла, что я шила когда-то, честно. Когда-то шила. И очень хорошо шила. Ну, ты хорошо выглядишь. Смотрю, где-то там в гостях, да? Нет, я у себя дома. А, у тебя дома? Да, я у себя дома. Я у себя навожу порядки, навожу красоту. И я не в гостях, я как раз-таки у себя дома, на третьем этаже, в собственном доме города Сочи. Ой, какая ты счастливая женщина. Да. И мой дом находится в первой линии от моря. Летом здесь очень много отдыхающих. Мы построили два таких классных домика для отдыхающих. И они нам ставят 10 баллов по букингу. Поэтому заказы принимаем за полгода вперед. Потрясающее место. И мы здесь живем. Ну, так было не всегда. Да, было по-разному, было по-всякому. Так было не всегда. Тоже на третьем этаже кто-то живет. А я живу на двадцать первом этаже. Просто прикольный вид на Москву, на лес с другой стороны. У тебя тоже хороший вид, но у тебя холодно. А у меня здесь плюс 15 сегодня. Я в туфельках, в легком платье. И целый день занималась своим участком. Я сажаю цветы для души. У меня здесь такая красота. Ты приедешь вообще тут, конечно, офигеешь от того дизайна, который я хочу создать. Я обязательно приеду зимой погреться, погреть свои косточки, потому что в Москве, конечно, очень холодно. Мы давно не выходили в прямые эфиры. Давно не выходили. Мы были за границей. Ровно 18 дней я была за границей. Да, такое очень насыщенное путешествие. Ездили за новыми знаниями, ездили отдыхать. Посетили сколько там стран? Семь, восемь стран. За такое время, мне кажется, многие люди даже всю свою жизнь не путешествуют. Столько мы объездили за 18 дней. Страны, городов и морей. Я привыкла много путешествовать. То, что путешествую часто. А вот этот год, как-то у меня было всего две страны. Всего две страны. Но для меня это мало. Видимо, в октябре я решила наверстать, поэтому была такая насыщенная поездка. Мы были в Швейцарии, попутешествовали по Швейцарии. Потом у нас был перелет в Венецию. Вот, в Венеции мы побыли несколько дней, погуляли там. И потом у нас был круиз по Адриатическому морю. Мы там посетили тоже разные страны. Были в Греции, были в Хорватии, были даже в Албании. То, что меня вообще поразило. Я вообще не поняла, как высадили в этой Албании. Но, с другой стороны, когда ты еще туда съездишь и посмотришь, как живут люди там. Да. И побывали на сказочном острове Санторини. Да. Кто был на Санторини, напишите, пожалуйста. Кстати, напишите, кто по нам скучал. Я вот очень сильно скучала по прямым эфирам. Мы уже, наверное, с конца сентября, да, не проводили? Ну, да, да, с конца сентября, да. Мы уехали и уехали, и там просто было невозможно вообще ничем заниматься. Мы просто созерцали красоты. Было очень много-много познавательного. Так, и что у нас сегодня, какие планы? Мы сегодня проведем розыгрыш, который я обещала. Розыгрыш мастер-класса в записи «Денежная перепрошивка», который прошел совсем недавно. Это такой объемный мастер-класс по перезагрузке денежных блоков, денежных сценариев, которые я собирала много-много месяцев, да, чтобы создать такой многогранный мастер-класс по перезагрузке. И я вот буквально сегодня сделала и посчитала, сколько там было тем, сколько было блоков в этом мастер-классе. Это получается 17 блоков по разным темам. По разным темам. Ты делала его? Да, я делала, и у меня какая-то произошла такая вот эйфория, какой-то квантовый скачок, какое-то вот осознание. Я не знаю, что со мной произошло, но мне хотелось это делать постоянно. Я включала, и вот бывает до конца не дослушаю, усну, потом опять включала, то есть настойчиво, раз пять, раз пять я прослушивала очень внимательно. И я еще хочу прослушать, потому что очень-очень-очень сильно глубины такие вот прям раскопки. Да, что-то откликалось на сто процентов, я говорила, да, это у меня есть, надо убрать. А что-то я говорила, ой, это вообще не про меня, неужели такие люди еще есть, которые, ну, вот так думают и с этим живут. Да, и таких людей очень много, которые считают, что деньги – это зло, что деньги – это проклятие, и в этом есть смысл. Кстати, у меня кружка, подаренная мне, мега-путешественника. Непростая кружка, кружка мега-путешественника. Круто. Ну, там блоки такие были, знаете, как, я вот сейчас даже всех этих блоков не вспомню, по темам, да, например, деньги и предназначение, деньги и закон, деньги и любовь, деньги и духовность, деньги и власть, деньги и совесть. И то есть разные-разные темы, которые у нас в подсознании создают подтверждения, сценарии блокирующие. И сегодня я проведу розыгрыш. В розыгрыше участвовало немного человек, потому что почти все были онлайн, почти все послушали в записи, было очень много человек, но, тем не менее, кто-то не смог, да, по какой-то причине участвовать. И мы сейчас проведем розыгрыш, да, и потом еще проведем практику из этого мастер-класса. Здорово. Одну из этого мастер-класса мы проведем в прямом эфире, чтобы вы могли почиститься тоже, прочувствовать это на себе. Так, я сейчас розыгрыш делаю на своем компьютере. У нас, по-моему, 8 человек всего в розыгрыше участвуют, но, тем не менее... Розыгрыш всегда интересный. Да, конечно. Я сейчас делаю запись экрана на компьютере, да, и потом, если что, выложу. Если вдруг... Спасибо большое за комплимент. А если вдруг кто-то мне не доверяет, то я сейчас поставлю назад, да, и вы потом посмотрите. Так, 8 человек хотели у нас. Я думаю, что все онлайн, кто хотел, получил подарок. Кстати, мастер-класс длится почти 2 часа. Вы представляете, да, насколько он большой? Насколько он большой? Я не знаю, как это можно уделить. За раз, я бы сказала, даже так тяжеловато. Очень-очень много информации. Прям... Я вот частями читала, мне так легче. Лучше так усваиваются. Так, у нас... Так, от 1 до 8. Я сейчас посмотрю, поставила ли я запись. Запись экрана. Запись идет. Запись идет. Так. И генерируем число. У нас число... Отгадай, какое... Что, число? От 1 до 8 всего лишь. 4. 4. Так, у нас цифра К6. Цифра К6. О май гад, я знала, что она выиграет. Вот честно. Просто эта девушка, Оленька Мит, она написала в такой формулировке, то, что я уже выиграла. И я думаю, вот это, ну, человек написал с умом, да. Он знает, как заявляют свои желания. Он знает, как формулировать их правильно, да. И мне вот, знаете, честно, честно скажу, мне хотелось ей подарить все просто так, потому что она настолько круто написала. Поэтому, Оленька, я тебя поздравляю. Видимо, тебе это нужно больше всех. А если ты здесь, напиши, пожалуйста, сердечко, что-то поставь, да, как-то обозначься, помаши ручкой. Ли, у тебя не играет музыка? У меня не играет, у тебя музыка, да? У меня нету музыки. У меня музыки нету. Просто у кого-то фонит почему-то музыкой. У меня музыки вообще нет никакой. У меня сейчас дома вообще тишина. Только ветер дует. Может быть, у тебя где-то? Нет, нет. Нету музыки. Безчувствования, потому что я сейчас музыку буду включать уже, и мы начнем делать практику на очищение от имплантов, от благословений, проклятий, которые блокируют деньги в нашей жизни, которые блокируют изобилие в нашей жизни. Какая-то часть из них, и даже большая часть, она совершенно не осознается. Поэтому фонит, да? Вы пишете, фонит кто-то? Не знаю, что фонит. Так, я сейчас тогда включу музыку. Сколько там участников уже, кто собрался? Напишите, пожалуйста, плюсики, чтобы мы понимали, что вы готовы к практике. Это будет глубинная медитация. Давайте, дорогие, напишите, поактивнее, пожалуйста. Плюсики ставят. Все, плюсы пошли. Плюсы пошли. Вижу плюсы. Ваша задача обеспечить себе комфортную атмосферу, чтобы вы смогли расслабиться и пройти практику. Не знаю, может быть, минут 10-15 мы с вами посвятим этой практике. От чего мы будем очищаться, вы услышите. Вы услышите. И я там уже в медитации прокомментирую какие-то моменты. Ой, мой звук нормально идет. Так, я сейчас включаю музыку, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как слышно. Комфортно ли вам слышно музыку. Я так понимаю, Оленьки не было, да, которая выиграла мастер-класс? Для нее будет сюрприз. Потом в записи посмотрим прямой эфир. Посмотрит в записи. В течение суток еще можно смотреть прямой эфир. Все хорошо, да, слышно музыку? Музыку слышно, да. Тогда, пожалуйста, расслабьтесь. Почти не слышно, да, музыку? Слышно, тихо. Не слышно? Да. Ну, чтобы она фоном вот так вот чуть-чуть была. Угу. Тихо, да? Сейчас можно слегка погромче. Хорошо слышно. Музыку хорошо слышно от голоса эхо. У кого еще эхо есть? Или все хорошо у всех слышно? Громче я не буду делать, дорогие, потому что бывает такое, что онлайн кажется, что тихо, а потом на записи она перебивает голос. Поэтому так слегка. Угу. Достаточно, да, нормально. Хорошо, закрываем глазки. Закрываем глазки. И, пожалуйста, закрываем глазки, делаем. Я думаю, то, что в записи все хорошо будет без зависания, потому что у нас нормально идет. Это может быть что-то на вашей стороне. Давайте не будем отвлекаться на это. Закрываем глазки. И настройтесь на приятную практику, на приятную медитацию. Почувствуйте свое тело. Почувствуйте свое сердце. И почувствуйте, как вы, точкой сознания, опускаетесь в свой сердечный центр и погружайтесь в себя. Погружайтесь в грудь своего сердца, вглубь своего истинного Я, вечного Я. Той части сознания, которая связана со всем сущим, с Селеной, с пространством безусловной бесконечной Любви, и еще раз делайте глубокий вдох и выдох. И почувствуйте, как вы становитесь легче и легче. И постепенно вы отличаетесь от всех мыслей, от работы, трибуны, от всех переживаний и ожиданий. И весь ваш фокус внимания, сознания, на вашем сердце. Почувствуйте и представьте, что ваше сердце, ваше тело, все клеточки вашего тела, то место, на котором вы сидите, ваша комната, и все предметы вашей комнаты, все это и есть жемчужно-белый свет, свет, энергии созидания. И почувствуйте то, что границы вашего тела, сознания растворяются. И вы соединяетесь с пространством вокруг себя. И вы чувствуете, как ваше сознание начинает распыляться и расти во все стороны. И почувствуйте то, что вы, ваше тело, ваше сердце, ваше комнате, ваше здание, в котором вы живете, город, страна, планета. Все это и есть жемчужно-белое сияние, жемчужно-белое сияние, которое лежит в основе всего сущего. То жемчужно-белое сияние, из которого слотко все, что есть, все, что воспринимает, все, что будет, все, что будет, и почувствуйте, почувствуйте себя одним целым в склонении, почувствуйте, осознайте то, что ее знание, память, красота, это все принадлежит вам. и вы одно целое. почувствуйте, как ваше сознание и энергия поверняется в пространство, которое лежит за пределами атмосферы. и вы, и вы, и ваше тело, все клеточки вашего тела, ваше сердце, ваше сознание, одно целое со всей Вселенной, со всеми звездами, со всеми планетами, со всеми галактиками нашей Вселенной. почувствуйте, что вы и Вселенная это одно целое. И почувствуйте, что ваше сознание выходит за границы, за пределы Вселенной, и вы соединяетесь с бесконечным белым светом. Золотым светом. Желиеобразный собстанк, который мерцает, переливает ими цветами радуги. Почувствуйте это единство. И почувствуйте, что все это соткано из жемчужно белого света. И прямо сейчас вы едины с ним. И побудьте в этом состоянии. Почувствуйте и представьте, как гармонизируется ваше тело и все системы организма. Гармонизируются все сферы вашей жизни. И вы наполняетесь цветом, безусловно, чистой любви. И побудьте в этом состоянии. И прямо сейчас мысленно повторите за мной. Прямо сейчас я даю осознанное согласие на освобождение и очищение моего пространства и всех уровней убеждений от всех проклятых и благословений, которые запрещают мне иметь деньги, быть богатым, жить в роскоши, позволять себе принимать деньги, позволять себе создавать деньги и расти финансы. и я отпускаю все эти программы благословения и проклятия, которые есть на историческом уровне, на генетическом уровне, во всех родах, во всех временах, в пространстве, в измерениях. И я отпускаю все это. И увидите, почувствуйте внутренним взором, как энергия жемчужно-белого сияния обволакивает ваше пространство из вашего тела, может быть, из каких-то органов, из головы, из ауры. Выходят какие-то негативные изгустки, темные изгустки, какие-то образы, может быть, образы какого-то человека из вашего рода. И прямо сейчас я прошу энергии всего сущего обучить меня то, что это абсолютно безопасный экологичный процесс для меня, для моих близких. я свидетельствую очищения, что это может быть очень сильный блок, очень сильный блок, потому что раньше генетические, исторические наши предки, либо мы сами верили в то, что иметь деньги это как прокляция, что это идет не от Бога, а от темных сил, поэтому могли давать такое благословение, например, не иметь денег. И увидите, как все ваше пространство наполнилось жемчужно-белым светом, и вам стало легче, легче дышать, как ушел какой-то груз, какая-то тяжесть, и вы чувствуете себя свободным человеком, свободным сердцем, свободным душем, и каждая ваша клеточка освободилась от этой негативной блокирующей энергии, которая возможно находилась в вашем пространстве, возможно и нет, это может быть у многих, да, но может быть у них все. Просто примите решение это пустить и завершить эту историю. Сейчас мы переходим к впечатлению от имплантов. Импланты это как энергетические чипы, на которые вы могли дать осознанное или неосознанное согласие на то, чтобы они были в вашем пространстве, на каких-то уровнях убеждений. и сейчас мы с вами почистим от этих имплантов. Это обязательно нужно делать. Фактически у каждого, с кем я работала, присутствовали какие-то импланты. Прямо сейчас мысленно повторите за мной. Я даю осознанное согласие на освобождение моего поля, на освобождение моего энергопространства от всех имплантов, от всех энергетических чипов, программ, которые имеются у меня и транслируют искажённое понятие о деньгах. Транслируют запреты иметь деньги. Обязывают меня эти деньги тяжело и трудно зарабатывать. Обязывают меня отдавать энергии, борьбу, конкуренцию для того, чтобы обеспечивать себя деньгами, для того, чтобы создавать эти деньги. Я отпускаю все импланты, которые запрещают мне деньги иметь, жить в роскоши, в заберении. на который я давал своё осознанное или неосознанное согласие во всех родах, во всех временах, во всех пространствах и вечности. И я отпускаю все это и принимаю обучение о том, что это абсолютно безопасно, абсолютно безопасно для меня. я направляю этот процесс, свидетельствуйте, наблюдайте и чувствуйте то, что из вашего тела, может быть, тоже из мозга, из позвоночника, из каких-то органов, из вашего тонкого пространства как-будто выгружаются какие-то чипы, микросхемы какие-то энергетические. И отпустите все, поблагодарите. У кого-то прям пачками выгружается, я вижу, очень-очень прикольный процесс. то есть все такое импланты, импланты это какие-то инородные программы, на которые вы могли дать неосознанное согласие, могут быть на другом уровне своего сознания, на то, чтобы они были интегрированы в вас и вы развивались через это. И давайте обучимся тому, как развиваться во всех сферах жизни, почувствовать свою самодостаточность, уверенность, право жить, право иметь деньги, без необходимости иметь эти импланты. Просто скажите «да» мысленно. в этот момент еще больше имплантов вы отпускаете, еще больше. У кого-то могут быть ощущения даже в области головы, как будто что-то вытягивается. еще раз поблагодарите пространство, поблагодарите себя, поле всего сущего за эту трансформацию, за освобождение, очищение вас, тех продуктов, кто согласен, кто согласился. и я прошу энергию всего сущего позаботиться о том, чтобы эта трансформация произошла экологично, эффективно, легко, гармонично для каждого, кто присутствует онлайн, кто дал свое осознанное согласие и для тех, кто будет делать эту практику в записи, для всех ваших родов, кто согласен, на всех языках почувствуйте, как вам стало легко, насколько изменилась ваша энергия, ваше пространство внутреннее и сделайте глубокий вдох, выдох и давайте сейчас загадаем какое-нибудь сманифестируем материальное желание и посмотрим, насколько изменилась сама энергия вашей манифестации. Просто представьте, находясь в этом поле, находясь в этом пространстве, что вы хотите создать материальное, на что вам нужны деньги и просто проконстатируйте этот факт, это состояние, то, что это уже есть энергия всего сущего. Я благодарю тебя за то, что прямо сейчас, например, я путешествую 10 раз в год, я живу в благоустроенном доме, что-то материальное, но не деньги вы сейчас проговорите, и увидите это со стороны и почувствуйте, что вас отделяет сейчас от этого желания, какие мысли у вас возникают в голове, может быть то, что это не для меня, это очень сложно, что я распуталась, до этой цели пахать и пахать, так живут только олигархи и так далее. Проследите вот этот момент, что у вас сейчас возникает в вашем голове, в вашем ментальном пространстве. Если вдруг у кого-то болит голова, то это может быть, проходит процесс и просто небольшое сопротивление просто направьте туда энергию белого света, отпустите, посмотреть, может быть, вы держитесь, за что-то не отпускаетесь и возникает сопротивление и поэтому такой эффект написано. и представьте это желание в энергетическом шаре и протяните к нему руки и скажите это мое по праву рождения и я принимаю это право это иметь легко, гармонично, это просто море оно не может быть чем-то чужим и почувствуйте как это желание как образ этого желания уменьшился и поместите его в свой сердечный центр зафиксируйте его в себе эти чувства обратите внимание на свои ощущения и мысленно вернитесь в свое тело почувствуйте свое тело почувствуйте свое сердце почувствуйте свою связь с землей и энергию всего и когда будете готовы можно открыть глазки и написать в чат все я выключаю музыку выключила музыку Инна я смотрю ты после каждой практики после каждой медитации молодеешь молодеешь ну вообще почему я стала интересоваться медитациями потому что еще много много лет назад я узнала что если медитацию делать хотя бы каждое утро то идет спять возраст вот меня это очень сильно заинтересовало я думаю как это так неужели простая сила медитации творит такие чудеса и я стала просто этим интересоваться как-то вот у нас параллельно идет даже то что ты сейчас пошла на школу на изучение своего предназначения как раз в это же время тоже проходила эти курсы и поэтому то есть я начала изучать медитацию и в это же время ты совершенно не спрашивая меня своим таким путем занимаешься тем же самым здорово у меня почему-то возникло аж три желания поэтому медитации работают медитации работают но хотя бы хотя бы раз в неделю хотя бы раз в неделю может быть вот хотя бы на таких практиках как у тебя то есть хотя бы человек коллективно приобщался да идет что-то такое исцеление гармонизация гармонизация идет я лично медитирую да но на самом деле я не тот человек который сидит и там улетел куда-то в медитацию на самом деле у меня очень супер активный образ жизни то есть это и проекты это и спорт это и путешествия это вот там всевозможные дела да и мне на самом деле я мечтаю о том чтобы у меня было больше времени чтобы я делала свои медитации вопрос а завтра можно повторить у нас будет запись запись ровно сутки нашего эфира поэтому повторить можно завтра да подключайтесь и смотрите повтор то есть записи будет повтор ну повторять мы уже не будем потому что во-первых это не повторишь я практику например веду она не как в потоке да то есть у меня есть направление как я поведу что мы сделаем но что-то всегда еще приходит в потоке вот именно под тех людей которые собрались я просто информационно отвечу и это именно то что нужно вам нужно большинству людей которые собрались поэтому не повторишь но мы обязательно сделаем что-то другое да очень множество всего что можно сделать онлайн ну я вот благодарю так круто с меня выходили пачками пачками импланты кстати с меня тоже уходили пачками у меня тоже пачками уходили такой странный образ увидела из земли такой имплант то есть это как бы знаете что такое имплант это как слепок энергетический, в котором уже готовый вот эти вот набор нейронных связей, набор установок, которые вы, например, не проживали этот опыт, предки ваши не проживали, например, на каком-то уровне вы договорились с коллективным сознанием, где-то еще договорились, что у вас будут уметься эти программы для того, чтобы вы жили именно так. Потому что ни для кого, думаю, не секрет, что это выгодно, например, нашей системе, в которой мы живем, групповому сознанию, чтобы люди тратили свои жизненные силы, энергию и создавали какую-то конкуренцию, создавали какую-то борьбу, чтобы все это тяжело было, чтобы вы переживали, чтобы вы были как производителем каких-то энергий. Вы же понимаете, что это все не просто так. А если все это будет легко, все люди будут изобильные, все будут жить в роскоши и вот знать абсолютно без напряжения, легко создавать, зарабатывать денег, то что тогда будет? Реальность, конечно, она станет другой, она изменится. Вот, все прочувствовали, благодарю. С вами первый раз. Тут оно, я надеюсь, что не покрытый. Мы еще будем выступать. Раз в неделю где-то вот так планируем. Кто-то плакал, кто-то что-то видел. Во всяком случае, работает, медитация работает. Импланты обязательно чистите, да, там, например, после проработок, то прорабатывается, потому что тема такая, ну, не все, кто бы знают, может быть, даже не все делают. После проработки обязательно почистите, может быть, остались какие-то импланты, которые создавали, либо которые были связаны как-то, например, с той областью, которую вы прорабатывали. Тоже первый раз, и мне нравится. Я очень-очень рада. Проработала. Так, еще я хотела дать небольшую тему про добродетели, да. Я думаю, что мы быстренько ее разберем, пока мы в таком состоянии еще медитативной волны. Смотрите, кто хочет вообще стать изобилием? Я думаю, что все хотят, да. У меня уходили в виде бляшек крови, и я видела маму-бабу. Затем я почувствовала легкость и почувствовала велье. Отлично, да, что и требовалось. Потом смотрите, как у вас реальности будут изменения происходить, именно в сфере работы, карьеры, финансов. Все хотят... Это хорошо, какие хотят. Лика, на самом деле я так не думаю. Я так не думаю. Потому что я сталкиваюсь с большим количеством людей, очень с большим, и многие-многие люди говорят, меня деньги не интересуют. Я говорю, а что тебя интересует? Меня интересует здоровье, я хочу там какую-то работу оплачиваю ему стабильную, чтобы мне вот на жизнь хватало, и все. Таких людей очень много. К сожалению, очень много. Когда ты говоришь, что есть возможность просто зарабатывать совершенно другие деньги и жить действительно достойно, намного легче, чем ты это делаешь. Люди говорят, либо я не верю, либо в лохотроны я не играю, либо медитация это сказки. Вот таких людей еще много. И я как раз считаю, что наша миссия, наша задача постепенно-постепенно менять сознание людей. То есть медленно, постепенно. И получается. у нас это получается. У тех, кто готов, те, кто готов, они будут в любом случае приобщаться, как-то притягиваться. Но на самом деле не всем же это нужно. Не всем. И всем у нас все проработки, всех все может устраивать, как есть. Потому что это же страх. У меня были вот такие вот тоже клиенты, которые говорят, ой, это так интересно, вот это состояние, энергия воспитания, что ты можешь с тобой работать. Ну вот знаете, вот я как бы всю жизнь прожила вот в этой своей скорлупке. И вот, знаете, честно вам скажу, мне так некомфортно сейчас куда-то вылазить. Вот я уже просто привыкла к тому, что вот это так есть. И все. И как бы человек, ну, перестал просто над собой работать. И это тоже право, да. И я тоже это понимаю и уважаю. И даже абсолютно принимаю, что и я могла бы быть на таком же месте. И когда-то, да, и тоже я была такой же, я не хотела что-то менять. И я не понимала, зачем это. По поводу добродетели, да, я хотела с вами поговорить, то, что изобилие это как качество, да, которое может быть встроено на какой-то, на все аспекты души, либо на, например, какой-то один аспект души встроенный. И это качество, мы можем просто в нем жить. Вот как, например, у Инны, да, я рассказывала. Ну, она просто транслирует такое состояние, хотя по факту у нее бывают такие ситуации, что, например, денег нет, но она создает вот это вот ощущение, да, то что она сама есть изобилие, да, от нее это ведет. Вот там нет каких-то страхов, да, все это почище. И мы можем с вами создать этот доводитель, это добилие, чтобы, например, научиться так же, чтобы у вас было как и у Инны, да. Я когда тоже... Ты про меня говоришь? Да. Своим примером. Я видела, как ты живешь, и я думала, почему я там что-то себе не позволяю? Ну, денег нету, но у меня состояние, что я миллионер. Ну и что, что у меня в кошельке ноль? Я говорю, ой, ну надо же, у меня пустой кошелек. Вселенная не любит пустоты, она сейчас обязательно наполнит. Ой, а если у меня минус, классно, сейчас скоро будет плюс. Ну, это вот я сама с собой так и работаю. Если кому-то нравится, применяйте. И вот это вот изобилие, да, то есть это качество, на самом деле, души, да, это такая очень тонкая энергия, которую, ну, за которую мы боремся, да, то есть получается, что мы в жизни боремся за то, что и так нам принадлежит по праву. Ну, вот такая вот игра у нас, да, в жизни. И мы с вами можем сделать такую небольшую, очень легкую проработочку, но она очень классная, вообще суперская. Мы можем создать, да, научиться создавать эти добродетели в себе и также делать небольшой разбор. И вот давайте сейчас, кто готов посмотреть, добродетель изобилия, как ее создать. Я сейчас проведу вас по этой технике. Кто готов, да, очень интересно на самом деле будет. Можно и щедрость еще посмотреть, и можно посмотреть изобилие. Закройте, пожалуйста, глазки и вспомните про то поле, в которое мы уходили, про тот же мчужный белый свет. И скажите себе то, что я един со всем сущим. И задайте себе вопрос. Задайте себе такой вопрос. И самое главное, чтобы у вас ручечка и блокнотик был наготове, чтобы вы все это успели записать. Опустите свое сердце, почувствуйте свое сердце, что через сердце вы связаны со всем сущим. Все есть жемчужный белый свет. И задайте себе такой вопрос. А что мне нужно почувствовать? Что мне нужно почувствовать в реальности, чтобы я могла или смог принять вот это качество изобилия, принять это добродетель изобилия. Ну, качество это таким как бы земным языком, добродетель это духовным языком. Что мне нужно почувствовать в жизни? Каких чувств мне сейчас не хватает, чтобы вот этот добродетель, она в меня была интегрирована полностью и была полностью проявлена во мне и во всех сферах жизни. Что мне нужно чувствовать для того, чтобы принять добродетель изобилия? Каким чувствам мне нужно себя обучить? Что тебе идет? Я бриллиант. Я уже бриллиант. Только отмыть надо, чтобы сверкал. Ты здесь как-то расшифруем, то, что тебе нужно чувствовать, что твой потенциал и все твои дары раскрыты, да? Я угадаю? Раскрыты, да. То есть оно вот как любой гранью можно повернуться в тот момент, который тебе нужен. То есть тебе надо сегодня вот это качество. Ты раз вот и получилось. Тебе завтра оно не нужно, ты тут спрятал грань. То есть оно все в тебе влияет. Запиши вот это в блокнот. Да, оно в тебе уже в блокнот. То есть тебе нужно работать над раскрытием своего потенциала и вот этим чувством, да? Что ты знаешь все свои дары. Можно, кстати, тоже к этой теме очень хорошо будет провести практику, медитацию на активацию даров, талантов. Оленька. Оленька, а ты знаешь, что ты выиграла в мастер-класс? Оленька подключилась. Оленька подключилась. Ты знала, что ты выиграешь, потому что ты очень круто именно сформулировала сам запрос. Я тебя поздравляю с души. Намерение было. У человека было намерение. Я прочитала, и я поняла, что этот человек однозначно уверен на тысячу процентов, что этот мастер-класс уже у неё. Поэтому там и текст, и сама энергетика у текста такая была, что вот... Вот. Ты можешь написать на почту, на рабочую, на инфо собачка.леясан.ру, и мы тебе вышли мастер-класс денежная перепрошивка. И ты получаешь подарок. Ну что, дорогие друзья, что пришло по поводу чувств? Здесь очень важно поймать. Это может быть несколько чувств. Может быть целый список чувств, что вам нужно. Ну вот, например, с клиенткой разбирали, что нужно почувствовать, чтобы принять добродетель, уверенность в себе. И вышло то, что нужно чувствовать опору внутри себя, нужно чувствовать внутренний стержень, нужно чувствовать то, что меня поддерживает энергия созидания, нужно чувствовать то, что я ценный. И там какой-то набор чувств у каждого будет уникальным. Да, и когда я обучусь этим чувствам, я смогу уже из этих чувств создать платформу в своём энергетическом поле, для того, чтобы в него уже вошла вот эта добродетель, и она была с вами, знаете, как закон, как это вы и есть, так как одно целое. Вот. Значит, а элита? Девочки-девочки. То есть это ваше личное девочко-девочко. Я бы ещё раскрыла это, что значит это чувство, когда вы девочка-девочка, как вы себя чувствуете? Да, что значит девочка-девочка? Это не просто быть молодой, а это быть стабильной, озорной какой-то, да, игривой девочкой-девочкой. Почувствовала внешность, любовь, увидела дельфина. Ух ты! Да, что-то дельфин, какие чувства даёт? Радости. Почему, когда дельфина видит, все радуются. Я должен сам сказать, да, у каждого же своё ментальное поле, нужно самому сказать. Нужно чувствовать блаженство, расслабленность, кайф, да. Я вот тоже сейчас прямой эфир, когда слабо, да. Я спрашиваю творца, дай мне какое-то наставление, вот я сейчас даю мне какое-то наставление, какой-то совет на этот эфир. Он говорит, да ты просто расслабься и всё. ты всё знаешь, просто расслабься. Да, и победишь. Благодарность. Благодарность, это очень важный фактор, да, когда мы благодарим, конечно, это мы приумножаем на энергию благодарности, очень хорошо созидается и созидается. Ну, это как в системе, да. Гуле нужно чувствовать, что она играет, что это игра. Напишите себе вот эти чувства, мы сейчас их загрузим себе. Важно, чтобы вы их прописали. Прекрасные отзывы. Лия, у меня время эфира может закончиться в любой момент. Что будем делать? Так, ну, сейчас у нас ещё есть несколько минут. Ну, минут пять. Может быть, мы сделаем перерыв. Давайте мы дадим вам время, десять минут на перерыв. Вы напишите вот эти чувства, да, которые вам нужны. Покопайтесь, закройте глаз, не прочувствуйте. Если кто-то сделает изобилие за десять минут, напишите ещё щедрость. Что вам нужно почувствовать, чтобы стать щедрым человеком. Да, и ровно 21 мы продолжим, да? Да. Да? Потому что эфир больше часа... и давайте переживемир-то.